Каждый человек Каждый человек Если кто здесь не знает, я сын наркомана Я родился в семье наркомана Мой баба с двух лет начал употреблять наркотики С моих двух лет Начал употреблять наркотики Ему было 20 тогда И 25 лет он его употреблял Употреблял наркотики Был рабом наркотиков И когда-то Бог проговорил мне Я уже пастором был здесь Что у Бога есть категория людей Которых Он любит Но которыми Он дорожит Которые мучаются больше всех И на этой сцене Вы видите людей Которые не просто употребляли наркотики Которые скалывались до смерти Люди, которые практически Спивались насмерть Люди, которые убивали Люди, которые сидели в тюрьмах по 20 лет Люди, которые были проститутками Люди, которые чуть не прокололи своих детей Люди, которые потеряли органы Потому что есть дьявол, который хочет уничтожить жизнь человека И есть Бог, который способен ее вырвать из щелюсти дьявола Аминь Я люблю вас, дамы и господа Я вами горжусь Поверьте, на сцене нет человека Может быть там детки наши только А их бы не было, если бы не Бог Нету человека, которому мог бы помочь человек Таких здесь нет Это Божье слово Да Аплодисменты Здравствуйте, Церковь Постараюсь кратко сказать Вы знаете, я пришел к Богу Когда я понял, что мне не могут помочь ни врачи, ни люди, ни родители Когда, в общем, я полностью разочаровался во всем человеческом В медицине, во всем Это был долгий путь В 27 лет я пришел, ну, тогда не в церковь, а в центр реабилитации И я умирал, я четыре раза лечился в разных наркологических больницах За время употребления наркотиков я потерял брата У меня был старший брат Он был спортсменом И он был примером для меня Где-то, наверное, лет с 12 он воспитывал меня Потому что мои родители разлились И он взял ответственность за меня И он, ну, он был для меня примером, он воспитывал меня Но, когда, помните, Советский Союз не развалился, было очень сложное время И он, занимаясь всю жизнь спортом Пошел вот по той дороге, когда, ну, которая, та дорога была, вот, так сказать, ну, бандитизм, да, неправильно И там же, конечно, были наркотики И понятно, что я брал с него пример во всем Впоследствии мы потребляли наркотики вместе И он повесился Он не умер от предлазировки Он повесился Да, такой жизнью Он не повесился, потому что Он, потому что он много раз, в отличие от меня Он боролся всегда Он пытался вылезти из-за этого Да, он хотел очень освободиться Он очень любил жизнь, но я его знал И он был И он боролся за эту жизнь И он понял, что все, он не может И ушел из жизни вот таким способом И я продолжал жить И употреблять наркотики после этого всего И вы знаете, я пытался, ну, знаете, я ложился в больницу уже потом После его смерти сам, лично А вы поверьте, ну, когда ты приезжаешь в психиатрическую больницу Где ты знаешь, что к тебе будут относиться как к наркоману А вот, знаете, мы здесь вот, в церкви Ну, класс, аллилуйя, роман, там, бывшая Но, когда ты на улице подходишь к бомжу, от которого пахнет соответствующий Никто, ну, многим даже верующим этого не хочется делать Я, кстати, я не осуждаю за это Потому что протягивать мне руку было опасно Потому что... Откусил Да, я вот пастор показывал эти глаза Это было мое оружие Ну, одно из моих оружий, к которому я привык Я привык так шить Я шил так и 27 лет так шил Вы скажете, у меня было, да, у меня было детство до 12 лет Было детство Я вырос на улице И с 12 лет до 27 лет я шил преступником Наркоманом, вором, обманщиком Я не умел ничего другого Я пытался, но наркотик это... Это смертельный приговор Вы же знаете, иногда мы слышим, или вот спит, вич Ну, люди со спидом живут Ну, до пенсии, так скажем, да А наркоманы до 34-35 Единицы до 40 Так же алкоголик Просто оттягивает в период времени Я что скажу? Я благодарен очень пастору вам Я благодарен так же тем наставникам, которые меня поднимали Я благодарен пастору Роми Я помню, посажение часто говорит о том, что я не хотел заниматься реабилитацией Это правда Я, знаете, я прошел прошедшую реабилитацию И вернувшись в Москву Начал заниматься, ну, работать, ходить в церковь, в библейскую школу Когда здесь не было центра реабилитации И я возил наркоманов, я ходил по наркологическим больницам Я, ну, осуществлял некое служение Я увозил их в центры реабилитации, ну, в Киев, да, на Украину Потому что они там были Я, ну, я дешил свою совесть тем, что этого достаточно Но однажды произошел случай Я понимал, знаете как Бог стучался в мою совесть и говорил, что этого мало для меня Вот о чем говорит пастор, нужный Он говорит, это слишком маленькая нужда ты сейчас, ну, выбрал В Библии написано, да, что у Бога есть воля Его желание, нужда И я подходил к пастору, мы разговаривали Пастор ему говорит, давай, знаете как пастор Он сказал, слава Богу за нашего пастора И он не будет тебя заставлять, там, уговаривать Он знает Бога точно И он говорит о Божьем характере Он говорит, хочешь, иди Не хочешь, ну, не иди И все Сам с тобой с Богом избирайся И так же поступил пастор И я приехал к пастору Рому Когда на библейскую школу Я подошел к пастору Рому И говорю, пастор Рому Вот, я как бы хочу служить, но как бы боюсь Вот, как бы вот это вот, знаете Вот такая вот Видно, как мы с Богом участие себя ведем И пастор Рому проповедовал Тогда на библейской школе А я уже как бы лидер Я же лидер Центра реабилитации Которого нет, да Погода такие, а я служил на Украине Я делал, ну, все как бы нормально Но Я не брал ответственность И мы садимся после библейской школы в машину Нам по пути было В ту сторону Мы ехали, где я живу Я в Строгину И мы едем И по пути пастор Рому говорит Ну, какой у тебя вопрос Я начинаю говорю, вот я хочу служить наркоманам Он говорит, о чем проблема Я говорю, ну, вот я как бы уже в церковь хожу И как бы уже работаю И в принципе Надо все это оставлять И ехать вот куда пастор говорит Ну, в рай Пастор Рома говорит Этому Тогда вот Диака наш, Славик был За рулем Вез его Он останавливает нас на Ленинградке Не на остановке, а на Ленинградке А такое Осень такая И весна Дождичем со снегом Да, пастор Рома говорит У нас остановись Славик И говорит Короче, ты ноль Для Бога Ты вообще, говорит, никто Ты реабилитант до сих пор Ты привозишь своих наркоманов Ваших наркоманов К нам на Украину Думаю, что у нас не хватает нехватков наркоманов Говорит Вылази и иди, короче И говорит На старшин Да, ну, там я не буду, конечно Слово передаю Да, нельзя Но Я вышел Я Ну, тогда шел дождь Он шел снаружи Внутри меня Вот В стандарте Везде Вот Ну, я тогда не боялся Мне было просто очень обидно Ну, вы знаете Я пришел там Ну, я шел и молился И я понял Что это не просто мнение Пастора Рома Это мнение Бога А знаете почему? Не потому что Бог меня хотел обидеть Потому что Богу были важны вот эти люди Для каждого из нас есть рай Только часто этот рай, он не похож на то, что мы построим себе Да, в нашем менталитете, что мы увидели Я Ну, у нас Мы уехали во Владимир Жуткая дыра Это факт У нас была палатка Мы жили в военной палатке На сорок человек Это не романтика, поверьте Потому что ты понимаешь Что ты в ней жить будешь на неделю А будешь жить в ней Ну Даст Бог не зимой Потому что мы подумали о том, что и зимой мы будем в ней жить А есть такие военные палатки, где подстегивается такая сильная штука Ну это ужас Это Я Я Я родился и вырос в Москве Я в стране Ну я Я москвич Я в конце концов Москвич У меня трехкомнатная квартира Пока я проходил реабилитацию Мама сделала шикарные ремонты И мама говорила Ну ты сошел с ума, ты придурок Она мне так говорила Она из любви ко мне Она говорила Ты был наркоманом, был придурок И сейчас ты, ну ты чем лучше Ну потому что не колешься, не воруешь в воде Но все равно твои идеи бред И мы уехали Но милиция нас там закрывала, сажала Ну вы знаете, я благодарен всему этому И я благодарен пастору Потому что когда я ему звонил, он говорил Послушай, дорогой Это твоя проблема Это твоя проблема Потому что, вы знаете, что Он меня делал взрослым Потому что в свои тогда, там, 30-го года Я не был взрослым И мои отношения с Богом не были взрослыми Вы посмотрите В Библии Мы читаем об этих героях Но посмотрите, с чем они сталкивались Вы посмотрите, что они проходили Нелегкий путь Но через этот нелегкий путь Они становились друзьями Любимчиками Бога Аминь А может всю жизнь просидеть в церкви И вот я теперь понимаю, где тут в Библии Иисус говорит Кто? Ты молился Выгонял кого-то из кого-то Там чего-то Я тебя вообще Ну, первый раз вижу, честно сказать И Могут опухнуть губы От обиды Но это тебе не поможет Есть мнение Бога Бог Должен знать тебя здесь Чтобы он узнать тебя потом там Аминь Вот Вот Это наверное все еще раз Еще раз Я очень благодарна ваших профессионалов Я очень люблю И всем, конечно, кто помогал И пастору Зрачу И Славу Теревну И вообще вот всем Петру Сергеевну Потому что я помню, когда мы еще ездили У него девятка была Он приезжал Украинский продукт Ну, каждый год Знаете Я иногда Ну, не скажу, что каждый день Но иногда я Специально Беру время И я молюсь И стараюсь Вспомнить Всех тех Кто Хоть чуть-чуть Помог Я, конечно, всех не знаю Что такое Село встает В расчетах Но Вас знает Бог Но Те, кто Выше там Доложили на Центр Кому я Ну, я Как бы Я своим талантом Служу Центру Я звоню И говорю У нас такие проблемы Дайте нам Дайте, пожалуйста И многие говорили Он Попрошает А у меня У меня совесть чиста Я не себе Просил Я не себе Дачу строил Я просил для Центра реабилитации Я просил для этих ребят Для их свободы И пусть Бог благословит вас Если вы товарищ Или ваш билый Ваш билый Ваш билый Ваш билый Ваш билый Эти люди, которых Бог воскресил Я благодарен лидерам и пасторам наших центров Я хочу дать слово Некоторым принцессам и принцам Как тебя зовут? Зовут Лера Это Лерочка Ты употребляла на котик? Да, 17 лет Я говорю В кололосе Восемь лет В кололосе Людей Которые там были Все танцуют Смотрю И она Танцует Машет костылями А потом я посмотрел Что оказывается Она не хромает У нее нет ноги Ты можешь нам рассказать двух словах Диана? Я легла в больницу 8 месяцев назад С воспалением легких И укололась там так, что Отрезали ногу просто Укололась наркотиками Да, таблетками Укололась так, что Да, на следующий день Нога посенила И врачи сказали Что мы теперь ее отрежем И отрезали ногу Вот так вот 8 месяцев назад Я решилась найти То есть наркотики Забрали ногу Мы хоронили многих ребят У которых наркотики Забрали в жизнь Вот Но вы знаешь Я тебе хочу сказать Сколько ты уже не употребляешь? 7 месяцев Восьмак прошел Ты уже на стране 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 Да И так вот Дим Солак Как ты наш характерический Благодарств Что с тобой произошло? Чудо Ну я не верила То что я Ну смогу вообще поменяться Я настолько смирилась с ним Что я наркоманка И я умру так И Ну Мои родители Они простили меня Там тысяч на двадцать пятый раз Нашли мне центр И вот Привели меня сюда Как бы Я благодарна Олесе За то что вот Мой лидер Очень благодарна ей Потому что знаете Поначалу я была тот Расслабленный Который по мере других Истелился как-то Ну вот благодаря тому Что наши пастыря Наши лидеры У тебя отняли вчера полторы тысячи Наркотик забрал ногу Послушайте Есть Бог Есть Бог Давайте потанчиваем После которого много времени Не занимать Я хочу показать Одно из самых больших чудес Сегодня Которое мы Все здесь Будем участвовать Да Я хочу позвать сюда Вперед на сцену Макса И уже только что Позвали Олесю Впереди Спасибо АПЛОДИСМЕНТИМ 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 Красивые АПЛОДИСМЕНТИМ АПЛОДИСМЕНТИМ Это Попововка. Макс. Да. Здравствуйте, церковь. Спасибо. Когда я пришел на центр, знаете, у меня не было ничего, и ничего не предвещало, что у меня что-то будет. Но, да, хорошее. Но плохое, конечно, у меня прям прилипало что-то, конечно. Вот. И как пастор сейчас проповедовал, Бог взял меня и переселил в трудности. И знаете, эта трудность, она... Ну, сейчас я вижу, что у меня в жизни... Ну, вот я... Ну, реакция это... Вот трудная жизнь, проблем с вами. Да, 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 да. Я думал, это проблема в моей жизни. Но, как оказывается, это благословение в моей жизни, знаете. Да, вот спустя несколько лет всего я... Ну, Господь мне дает жену. Я... Да, ну, и вес приобретается... Ну, может быть. Тороплюсь немножко. Но... Но, тем не менее, знаете, хочу вот поблагодарить своих пастырей, пастора Женя, пастора Сергея и Романа Николаевича. Где он? Краснослововского. Вот. За то, что да. На этой жизни они помогают мне. И помогают, и будут, наверное, в нашей жизни. Ну, иди дальше. Иди дальше благословения. В ту землю, которую нам всем... Господь. Ты был наркоманом? Да, был наркоман ДНО. Сколько? Ну, 12 в общей сложности были какие-то там... 12 лет, точнее, 12 лет ты был зависим от наркотиков. В тюрьме сидел? Да. Сколько? Два раза. За наркотиков? Ну, это... Ну, ты же какое-то добро кому-то... Грубо говоря, за наркотиков, правда, если... Ну, да, вот, да. Деньгами помог. Помог. Что ты здесь... Багетин с оттенбусом? Собься, можно... Крафт. Крафт. То есть ты хотел, чтобы у людей все было... Робин Гуд? Робин Гуд. Деньги, Робин Гуд. Чтобы у всех были наркотики, пришлось воровать. Хорошо. Сколько ты уже свободен по-настоящему прибытили? Четыре года. Уже четыре года. Четыре года. Чтоб вы поняли, если вы скептик, то вы говорите, ну, посмотрите, что теперь еще будет. Пять лет максимум, это наркология дает. Ну, снимают все счеты через пять лет уже, потому что это все. Даже наркологи все говорят, что значит все, значит это событие. Вот. Четыре года, а не просто свободен. Четыре года вы служите таким же людям, как он был когда-то. Когда, мы даже уже не помним. Здравствуйте. Это кто такая вы... Невезда. Я, наверное, хотела сказать о том, что мы с Максимом до рефлексентра были вместе. Мы вдвоем вместе употребляли наркотики, вдвоем жили. Да, ну, жили в грехе, но не понимая, конечно, это. И у нас было такое желание, мы хотели быть вместе, но мы понимали, что наркотики нам мешают. Мы всячески пытались их бросить. Я кодировалась, Максим ложился в клинике, но нам ничего не помогало. И мы нашли вот такой замечательный рецентр. Вы жили в гражданском браке. Да, мы жили вместе. И вместе кололись. Счастливы были? Ну, относительно того мира, да, да. Вам хотелось... Мы жили в гражданском браке. Конечно, да. Но мы понимали, что что-то не так в нашей жизни, по-моему, что-то не так. И... Вы жили вместе в гражданском браке, скалывались. И вдруг вам показалось, что что-то не так. Потому что мы подумали, что так детей нельзя рожать. Вот эта мысль из-за того, да. Вот. И... Максим... Ну, Максима бабушка. Она нашла ему рецентр. И мы решили, что он туда поедет на 4 месяца, потому что... Вы с бабушкой? Ну, я знала об этом, мы с бабушкой решили. Ты тоже наркоман? Да. Вы решила спасать? Да, потому что он... Я считала, что он виноват, что я употребляю, и это хорошее, я могу так бросить. Ну, это моя мысль, на тот момент это правда. И Максим поехал на 4 месяца на ребенкацию, а я осталась его ждать. Думаю, он приедет, и все хорошо, свадьба, все нормально. Вот через полгода я подошла в церковь, и стала ходить в церковь. Подошла к Максиму, он остался своим лидером, лидер от него не отошел. И они мне сказали, что Максим еще здесь будет. Через год. Ну, год, еще полгодика, а через год Максим сказал, что давай ты сюда приезжай к нам на рецентр. Я приехала благодаря своей маме на месяц, она меня уговорила... Поговорила мне поехать на месяц, я приехала на месяц на реабилитацию, посмотрела. Мне не понравилось, конечно, но я поняла, что это... Знаете, я познала там Бога, я действительно почувствовала Его, и я поняла, что... Ну, мне это нужно. Я осталась, прошла реабилитацию, я божий служитель, тоже я 3 года на Центре в Свободе, алинуэ, слава Богу! Моя мама, да, я не знаю. И только пояс, все равно я горжусь ей, да. Вот, знаете, мне, наверное, хотелось сказать, вот, мы знали, что мы будем сюда выходить, и мне хотелось сказать, что, ну, слава Божья то, что вот мы являемся служителями рецентра, и Бог, Он созидает нашу жизнь, потому что я, Максим, мы приняли решение действительно идти в Божию более Бога, да, остаться служить. На Центре существует жизнь, и после Центра. Вот наша семья, она созидается, знаете, вот моя мама, она вера, и я счастлива, у Максима, бабушка, она сейчас просто на свадьбе брата, поэтому она отсутствует. А мой брат, младший, он тоже ходит в церковь, в КЦВ, я очень счастлива и рада. Хочу сказать, что Бог, Он великий, и вот посмотрите на нас, мы верны Богу, и Он созидает нашу личную жизнь. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Анна. Я хочу тебе поспорить. Спасибо, чекай. Спасибо, просто. Спасибо, спасибо. А потому что, ну, собственно, я уже, наверное, не хотела жить. Все было очень плохо. Какая я сюда пришла, ну, помню, как я сюда пришла в первые дни. Такая. То есть, ну, мне вообще не хотела жить. Я была просто старуха. Каждый день, ну, просыпаться, знаете, думать о том, что твоих детей наркоманы, ну, это ужасно. Вы не хотели жить из-за нее? Я не хотела жить из-за нее, конечно, потому что это страшно. Вот. И, на самом деле, я когда сюда пришла, я не совсем верила. Всем говорю, кто сюда приходит, я уже не один раз повторю, что когда я посмотрела, и когда люди здесь вот ели поднимали руки. А я даже, я даже не садилась, а в себе. Я садилась там, в самом ГУ, смотрела оттуда. Ну, чуть так все радуются. Наверное, у меня все хорошо у всех, а у меня такое плохо. Я шла назад и думала, я не могу радоваться. Почему? Вот я потихоньку стала сюда приходить. Вот, люди добрые. Стала немножко отходить. Если вы думаете, что почему так люди здесь танцуют, это тоже, ну, работа, благот. Ты начинаешь открываться. Уй! Ты что-то смешиваешься. Ну, в банке. Ну, что ты будешь? Поехали на руки. Ты что? Ну, да. Все здорово. Жизнь налаживается. Вот. И вот, ну, недавно тоже моя подруга, она сюда приходила, и у нее тоже какой-то беда. И она говорит, ты знаешь, вот все радуются. А я не радуюсь. А я говорю, слушай, ты прям моими словами говоришь. Ты ходи сюда, и ты откроешься. То есть твое сердце, оно тоже источники жизни в нем вот эти зародятся. Поэтому верьте, люди, радость, она придет здесь завтра. Я вас поздравляю. Ну что, друзья. Знаете, я вам сказал это, я не умоляю чудо, которое Бог сейчас сделал уже для Леры и для всех здесь ребят. Но я считаю, что для меня это самая большая радость. Когда вот мы специально сделали помолвку с пасторами, договорились в годовщину. Потому что это самое большое свидетельство того, что делает Бог. Создается семья. Семья двух бывших друг. Трех. И слышали, что обама говорит? Она говорит, все, меня больше не было. Я не хотела жить. Посмотрите, здесь около 130 или 140 человек. И у них родители же, у всех семь. Но они снижаются, что они не женаты пока. Но это будут лучшие семьи этой страны. А кто-то меня знает? Я не просто там, да, ура, потому что наши, нет. Потому что она, вы слышали, что сейчас Лера говорил? Она говорит, я благодарю, я счастливый человек, я живая. И она благодарит, конечно, Бога прежде всего. И кого она благодарит, Алисю? Почему она благодарит ее? Потому что она нормальная девчонка, которая кричала, что я сама освобождаюсь. Могла бы уже три года, да? Она уже года два назад могла себе вернуться к мамочке, тусить, зарабатывать деньги, жить себе и благодарить Богу, что он освободил ее от вот этого проклятия. Но она приняла решение, вы заметите, что нужды, которые появились в ее жизни, вот такая красивая нужда, которая появилась в ее жизни, это приоритет ее судьбы. А она не такая, не одна такая, там еще стоят еще. И в итоге получилось все это решение Богословителя. АПЛОДИСМЕНТЫ Подвините, пожалуйста. Дайте Богу славу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я хочу, чтобы... Подвините, за руки. Я хочу, чтобы вы, действительно, не были они. Вы еще не помогли. Я хочу, чтобы вы сейчас всем сердцем благодарили Бога и молились, Бог и представляли эту помогку. Это счастье, друзья. Знаете, это торжество неба. Когда я сейчас здесь стою, знаете, я думаю, Боже мой, но... Надрали он задницу, я могу. Простите меня за это слово, но... Он думал, что он их съел. Он думал, что они плетли. Он думал, что она умрет. Он думал, что все эти люди – друбы. А Шишки. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Просмите руки, давайте будем благословлять сейчас. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы видим thrilled, и красивых. Наш небесный Отец во имя Иисуса! Я благодарю Тебя. Я благословляюсь. Отец, мы благодарим тебя за чудо воскрешения! Мы благодарим тебя в испольке, за то, чтобы Ты создавал этих тех людей. Дал им свободу в жизнь. Я благодарю Тебя за то, что твои нужды стали к устойкам. Я благодарю Тебя за любовь Которая написала сердце друг к другу Я прошу Тебя, пускай эта будущая семья Принесет блог облада в Тое Царство Я прошу Тебя, пускай эта семья Будет сиять на эту страну и дальше Показывая, как велик Ты Во имя Иисуса Поэтому благословляю сегодня Максима и Ореша И благодарим Тебя за эту поповку Но я объявляю перед Небаной людьми об этой поповке И просим Тебя, сохрани, и храни на свадьбе И просим Тебя уснуть и благословить на веселье Которое мы все убили по имени Иисуса Песня И все скажем Аминь И все скажем Аминь Я хочу, чтобы вы все сейчас благодарили Бога со свободы Отец, во имя Иисуса Мы благодарим Тебя и благословляем за то, что мы видим сегодня своими глазами Отец, я благословляю сегодня всех, кто проводит реабилитацию Всех, кто уже свободен полностью Все семьи Господь, я молюсь во имя Иисуса Пускай вся страна наполнится славой Божьей через этих людей Пускай вся страна наполнится Твоей работой Через этих людей Через этих парней и девчонок Которых ты вытащил из ада Во имя Иисуса Христа Мы восстаем Тебе в священстве полу И просим Тебя благословения Во имя Иисуса Христа И все скажем Аминь В итоге я скажу Центр этой медитации Это одна из самых главных божьих нужд этой церкви Поэтому не забывайте в нем участвовать Хорошо? Даю еще им аплодисменты Ну что, поехали? Благодарим, Господь, мы тебя В небесах вместе с нами лягуют Ты очень добра для всех нас Сердцем в нашем мире поют Мы воздаем тебе хвалу За то, что я люблю наушнистой клубью За то, что и все, что в данном седа Мы живи на небо Мы живи на небо Пришедшись на тобой тьмы Теперь одна у нас на ногах Разрушився спасатели Господь нам, даром свободу Огонь и красота за главу И поверю в нас в своих ногах И нам никто победу обойти И пойти, пойти в лесах Отопавшись от земли И облажившись в глазах Я не пламя не вдали И с ним до вона ведь И с ним будет П친ы, пойти в лесах Отопавшихся земли И облажившись от земли И облажившись от земли И облажившись в глазах Огонь, даром свободу И с ним у нас в archeы И с ним будет Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь.